Девушки отдыхают Я так разозлился, и знаете что? Пожалуй, я призову кого-нибудь из своих демонов А, так ты всё же злодей Не-не-не, я просто здорово разозлился, ясно? Понимаешь, о чём я? Вы реально меня выбесили, потому что я там прибрался, а после вас останется куча мусора и дерьма Вашей крови Много крови Вот я и разозлился, так что я собираюсь призвать демонов Для чего? Да, для чего? Для того, чтобы преподать вам урок, ребят Он реально злодей? Точно злодей? Да он злодей Злодей Ты используешь заклинание призыв демона? Да О, это возмутительно Это возмутительно, я чувствую, что меня предали Мы не должны были брать его с собой Не было ни единой причины, чтобы он пошёл с нами Помните, у вас всех было чувство, что, возможно, не следует доверять этому парню? Она не обманывала И вот ещё кое-что Он выглядит злым, похож на злодея Это он? Да, он А я всё думал, кто это? Всё, что я хочу сказать Уважайте чужое личное пространство, ясно? Хорошо А вам не надо было смотреть, как он писает Ты оставил меня с ним наедине Я пытался действовать по плану Как же меня расстраивает буквально всё, что происходит Хорошо, итак Рост и катастрофа Возмутительно Когда ты призываешь... Как это выглядит? Как ты призываешь демонов? Просто называешь имя, типа Эй, ты! Звонишь ему в телефон Вообще, ты... Ты знаешь хаус-пати? Я достаю телефон, пока писаю И всех, кого я призвал в хаус-пати Я им такой Все сюда, я здесь, вот координаты Как бы, вот координаты для другого мира Ну и долго ехать, разве нет? Кстати, это не реклама, но если нас смотрят хаус-пати, дайте знать И они приедут через какое-то время Можешь сказать имя демона, который прибудет? А, имя демона? Вот тебе визуализация, чтобы ты знал, кого именно ты призываешь Шо бы ты нахер, робшет? Итак, я призываю... Маклака Маклак, ясно Вот его имя Ты призвал Маклака Да, и он... Ладно, ребят, я пошёл О, нет, они выпустили море! Это да сколько мне придётся после него убираться! Там же было идеально чисто! Ну ладно, хорошо Сейчас я наберу тёстов номер Привет, Маклак! Как дела, чувак? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Слушай, не волнуйся насчёт денег Я... я забуду про твой долг, если ты мне скоет, тем поможешь Да не... Да не, море, море выпустили! Да, выпустили наружу, тёст возьми, знаешь? Ага... Да ладно! Не нужно на меня орать! Не нужно на меня орать! У меня вообще-то тоже чувство есть, Дашли! Я же не каменный, в конце-то концов! У меня тоже есть эмоции! Ну да, если поспецыз, будь замечательно! Но не гони совсем сильно! Мы перекинулись парой слов, я его давно не видел, так как он признался мне Когда мы напились однажды ночью, он сказал, что реально любит меня Он играет с демонами, играет в покер с кем-то злым Почему мы не подумали? Ну, конечно же, он злодей! Он буквально упомянул в своей предыстории, что играет в покер с демонами Играет в покер с эскопатой! Постоянно! Мы хорошо общаемся! Потому что мы чёртовы идиоты, Аллан, и думали, что он пришёл помочь Типа, ой, ну он же приглашённый гость, значит, он, наверное, хороший Итак, вы здесь внизу Ну да, вообще, я думал, что мы должны каким-то образом включить в игру Байрона Мы же не могли, типа, не-не-не, не выйдет Но ты пытался Итак, вы здесь, ещё у вас есть... Как там вот? А 14 действует в мой ход? Ну, раз уж у нас так много персонажей в битве, и вы разделились, мы сделаем вот так Вот тебе 14-й Роуэн, раз ты так полюбил её, будешь играть за свист чайника Так, мне кидать за него инициативу? Да, хотя нет, я сделаю гораздо проще Его ход будет сразу за твоим, так же со свистом чайника, она ходит сразу после Боджера Ты расставил их каким-то определённым образом? Не, не-не, можешь менять, типа, я не хочу стоять рядом с этим парнем Хорошо, я буду тут сзади Ладно, он писал примерно здесь, затем призвал этого парня, мне кажется, ты можешь разместить его где угодно в радиусе 30 футов Дерево здесь, так? Это же дерево? Мы все близко друг к другу Куда угодно в пределах видимости 60 футов, так что куда угодно на этой странице, ты можешь призвать этого чувака Прямо к ним? Иди нахер! Кстати, он воняет, так что... Ещё раз, как его зовут? Маклак Маклак Появляется Маклак, как бы из-под земли, трава типа поднимается, и там сочится серая жидкость, а затем будто водопроводная труба лопнула в канализации Всё пузырится, и потом, если этот парень будет вызывать демонов, начинает появляться из-под земли, пока наконец эта красная мерзкая тварь просто не вылезает из-под земли с глазами и ртом Круто, это твоё действие? Так и есть У тебя есть бонусные действия и движения, если хочешь их использовать Как далеко я могу идти? Ты можешь пойти на 30 футов 30 футов Я жалею, что пригласил тебя сюда, Байрон Вот ты и показал своё истинное лицо, приятель Это полный отстой Всё и так хуже некуда, а теперь ещё выяснилось, что Байрон злодей Знаете, когда мы недавно прервались, чтобы сходить в туалет Мне тоже нужно было, и я видел, как эти двое тайком что-то обсуждали Чего? Почему ты нам ничего не сказал? Потому что я хотел сказать об этом на камеру, когда всё раскроется И эти записочки, которые они передавали Точно, записки, было много всего Да не, он просто написал мне свою электронку И мы все такие Как ты? А он такой Ну не знаю А ещё он сказал Очевидный союзник Помните, как он сказал? Очевидный Будем честны Я вообще не виноват во всём этом Мы дали вам кучу подсказок Ну тогда я беспокоился о мотыльках Ты имел в виду Монтикору Хорошо Итак, радуйся, что поймал только одного Я могу пойти вот сюда? Был очень высокий шанс того, что приправали ловкости рук? А я могу пройти прямо к дереву? Если бы ты выпустил их всех, начал бы паниковать и вовсе убивать их Ага Если ты хочешь просить ещё что-то А как далеко мы от дерева? Так близко, как вы считаете нужным Вы у основания дерева Ты хочешь пойти внутрь? Я хочу пойти к двери с ловушкой, которая за углом, насколько я знаю Ты двигаешься в этом направлении, как бы за карту Ты можешь дойти до края карты Увидимся позже, чуваки Лохиш под номером один — это Монтикора Монтикора поворачивается И, к счастью для вас, ребята, она довольно-таки большая И ей требуется время, чтобы дойти до коридора вот здесь Фактически она не может на что застрять И если бы она повернётся, она увидит кукольный домик То подумает, ну, я разрушу этот кукольный домик, и это убивает ведьму Это отлично сработано Мы справились, парни Что ж, все свои атаки она совершает по Боджеру Ведь Боджер, слава богу, ты впереди Боджер ближе всех, и Монтикора атакует его с мультиатакой Мультиатака Один укус, два удара когтями Перед тем, как мы начнём, хочу вспомнить кое-что Мой класс брони уже включает в себя щит, или мне нужно... как это? Должен включать, дай проверить Да, всё ок Хорошо, так что мой класс брони 16 Да, 16 вместе со щитом Итак, первые две атаки 21 и 15 15 это промах Третья атака... Благодаря щиту Грязная 20 Щит тебе уже пригодился Заебись Молодец, Роу Она размахивает когтями и кусает тебя Получается, она промахивается укусом, а затем два удара когтями Когти нанесут... 8 плюс 2 Куча троек 6, короче, 14 очков рубящего урона Округлённого до 7 Чувак, как же ярость решает Это точно Всего лишь семь, срань господня. А сколько бы урона это нанесло тебе? Типа, четырнадцать? Ну да, я к тому, что без щита. Первая атака, вероятно, попала бы по тебе. Да, думаю, да, у меня невысокий класс брони. Ты поднял щит, отбиваешься. Заблокировал. Чувак, это круто. У меня и так довольно много очков брони, и всё такое, но боже мой. Как же круто иметь дофига хп. Я чувствую себя неуязвимым в бою, особенно учитывая тот факт, что я варвар, так что весь урон снижен в два раза. Так круто быть мной. Да, наверное, это так. Должно быть, это очень здорово. Старик, хотел бы я тоже как-то, ну не знаю, доджить атаки, чтобы они наносили половину урона. Но, сэ ля ви. Здорово быть мной. Плохиш-2 закончил. Грэг. В смысле, плохиш-1. Грэг, теперь ты. Ты стоишь рядом с демоном. Магазин Велдейл. Кстати, эти уже закончились, но есть похожие. Есть другие крутые принты, плюс основная коллекция Велдейл. Да, зацените её. Магазин Велдейл. О, боже, что это за ужасный мерзкий демон? Надеюсь, он не проделает дыру в моей футболке. Моя супер-офигенная футболка Эпик Артиси Мэнс магазина Велдейл. Лимитированная. Они продаются очень быстро. О, боже! Надо спрятать футболку и уберечь её, ведь это моя любимая футболка. Незаметно, незаметно подвёлка. У тебя помека на следующий бросок. Я? Смеются. Думаю, что я пошутил. О, нет. Я собираюсь. Короче, я думаю, что этот чувак тупой, и я хочу притвориться этим стариком. Окей, понял тебя. Конфуции. И я попытаюсь убедить этого парня просто свалить в лес, отвлечь его. Используешь актёрскую черту? Да, актёрскую черту. Ты собираешься изменить внешность телеком? Да, да, я полностью его копирую. Смена облика? Да, смена облика. Смена облика с помощью маски Многоликова, потому что смена облика меняет твою внешность физически, но не меняет одежду. А маска Многоликова создаёт иллюзию, но ты не сможешь как-то влиять на физические объекты. Наверное, маска Многоликова. Но это поменяет твою одежду, если такое? Да, маска Многоликова. Хорошо, ты надеваешь маску, и ты меняешь внешность, чтобы выглядеть как этот парень. Я слушал, как он разговаривает, так что я такой... Слушай, дружище, я просто отошёл попирсать, и я... Прости, это ты так изображаешь меня? Ты говоришь, как я? Да, я говорю, как ты. И я случайно призвал тебя сюда, но типа мне не нужна сейчас твоя помощь. И мне кажется, лучше всего будет, если ты уйдёшь в лес и побыстрее. Но я вроде так тусуюсь с этими ребятками, я наберу тебя, если будет нужно. Круто, пожалуйста, бросай проверку на обман. Восемь плюс... Один. Я могу бросить везунчика? Да, если у тебя остались очки. У меня же три очка везунчика. Да, три очка в день ты использовал одну утром. Да, использовал. Значит, это второй везунчик. Это очень важно, так что ладно. Пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать? Хорошо. Невозможно понять, сработало или нет. Хоть у него есть глаза и рот, но всё очень жалеобразно. Но мы выясним это... Ты хочешь использовать своё движение? Ну, так как я одет как... Если ты пройдёшь мимо, и он атакует, это ясно даст понять, что твой трюк не сработал. А если нет, значит сработало. Я деликатно делаю шаг назад, просто чтобы слегка проверить это. Хорошо, когда ты отходишь, мы переходим к ходу твоего чувака. А тебя не атакуют. Хорошо, а? Хорошие новости. Позор тебе, приятель. Квозит. Он узнаёт этот тип демона. Привет, как поживаешь? Привет, Маклак. Окей. Я... Я не думаю, что у него есть преимущество, если превратиться во что-то... Нет, он... Он чувствует, что я в опасности. Так что он просто спешит на вершину дерева, пытается добраться до меня максимально быстро. В своём облике, или он превращается во что-то летающее? Не думаю, что это даёт какие-то преимущества. Ну, помимо способности летать. Ну да, да, скорость будет такой же, да? Типа его скорость 40 футов, если он превратится в летучий мышь. В этой форме скорость карабкания уменьшена. А, ясно. Так что у него будет помеха. Он будет двигаться со скоростью вдвое меньше, так как ему придётся карабкаться. Я понял. Так что если он сменит форму на что-то ползающее, то сможет забраться наверх без штрафа к скорости. Ну, или просто полетит. Окей, может тогда он превратится в многоножку из соображений скрытности. В таком случае его скорость будет 40. Да, он превращается в многоножку, использует своё движение, чтобы добраться до дерева. Запомним, что он сейчас многоножка. Это было его действие на превращение движения. Не думаю, что он может сделать что-то бонусным действием, так что он на пути к дереву, к основанию. Кстати, я думал, что они уже и так стоят у основания дерева. Я вижу так, что основание дерева вот здесь, так что вы как бы перед ним. То есть за него ещё примерно 40 футов. Но вы не стоите прямо напротив него. А, типа, обнимаем дерево. Все стояли так. Да. Окей, он поднимается наверх. Да, на пути вверх. В центральную часть. Новый раунд. Да, в конец твоего хода. А она не ходила, потому что мы забыли. Классика. Она часть моего хода? Часть твоего хода, да. Можем так же сделать с 14-м. Мы об уходим сейчас. Ну, если честно, кажется, рабочий вариант. Даже если бы у меня был выбор. Демона не было рядом, когда был их ход. Все полностью отхилены. Круто, стой. Что-то я не помню, чтобы я писал такой в карточке свистачайника. Там так написано? 12, значит, все полностью отхилены. Даже плохие ребята? Хорошо. Хил только хорошим ребятам. Я иду 1, 2, 3, 4, 5, 6. Или, погоди, у него 30? Да, 30. Окей, круто. Я просто иду к центру. Думаю, что он больше ничего не делает, разве что побежит с рывком. Новый раунд, Боб. Ну да ладно. У меня нет пары карточек. У тебя есть карточка с заклинанием тьма? Да, есть. Ты кастуешь тьму на радиус вокруг себя. Ты решил съебать отсюда? Не, я хочу кастануть тьму на этого чувака, потому что я могу кастануть тьму на определенную точку, и это будет его лицо. И тогда он будет окружен тьмой и не сможет видеть. Круто. Конечно, если у него нет темного зрения или чего-то такого, а вполне возможно, оно может есть. Мне кажется, у этого парня есть все. Ты знаешь, что обычное темное зрение, как его тварфиска, не может видеть через магическую тьму. Однако твои глаза могут как-то видеть через магическую тьму. Так что ты знаешь, что это возможно. Стоит попытаться. Тьма. 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 Да, круто, бро. Минус везунчик. Что это такое? Что за везучек? Все будет нормально, все будет хорошо. Катаскобата тоже начнет драться. Да, знаете, как меня радует, что Аскобата еще даже не присоединилась к бою. Как же я рад тому, как идет этот бой с этим большим монстром. Да, это Монтикора, если что. Мы разделились. Тут повсюду ловушки. А знаешь, что еще лучше? Аскобаты тут даже нет. Ну да, могущественная ведьма еще не появилась. Она наверняка очень скоро выпрыгнет оттуда. Окей, а пока постарайтесь вообще не двигаться, чтобы случайно не задеть другие ловушки. А что еще лучше? Наша пати разделилась. Все идет хорошо. Я так счастлив. Итак, Боб, есть идея? Бобади-бобади-боб. Давай, Боб. Боб, дерись, не проебись. Боб, дерись, не проебись. Но обычно я не проебываюсь, так что уверен, все будет хорошо. Очень часто. Столько бросков. Старая добрая удача, Боба, потому что в прошлую сессию ты кидал очень хорошо, а у вас троих выпадал один мусор. И вы все такие, его проклятие перешло на нас. Нет, потому что ты забыл мой лоток. Отскочил он назад. Да, я его забыл. Это все твоя вина, только твоя. Хорошо. Так, я попробую для начала... Я кастую... Дай-ка я проверю кое-что. Да. Я кастую тьму на лицо этого парня. Хорошо. Я уверен, ты можешь выбрать живое существо, но это потребует спосброскать его. Правда? Вроде нет. Если точка... Это объект, который вы держите, или что-то, что не надето на вас, бла-бла-бла... Ты можешь... Почему бы и нет? Тебе нужна помощь. Тьма на его лицо. Там радиус 20 футов? 15. 15 футов, значит, немного меньше, чем это. И тогда, в данный момент... В данный момент Боджер будет в радиусе, и ты тоже в нем будешь. Так оно довольно большое. Тебе в итоге удалось? Я еще этого не сделал. Ты знаешь, что это? Кастовал много раз, когда уходил в лес и делал там всякое. Ты знаешь его радиус. Как я сказал, можешь кастовать на него, но тогда он накроет и тебя. Ты можешь просто отойти. Ну, меня, наверное, не должно волновать, если оно будет на мне, но я не уверен насчет Божьего. А я сейчас парализован, стою на месте, не могу двигаться? Не парализован, просто ты наступил на ловушку. Прости, я не могу отойти назад. Можешь свой ход, ты можешь отойти, просто обычная твоя скорость 40, но теперь 30, потому что ты получил урон от ловушки. Ну, тогда похер. Хорошо, я пробую. В жопу. Тьма, как она выглядит? Просто... Просто... И затем оно формируется вокруг него. Вместо того, чтобы создавать тьму в своих руках, а затем выпустить ее, ты просто будто создаешь туман. Он распространяется, доходит до его лица, и тогда всё в этом радиусе, во тьме. Ты будто оказался в чёрной дыре, ты ослеплён, но, к счастью, он тоже. Это твоё действие. А ты можешь увидеть свою руку перед лицом в этой тьме? Нет, магическая тьма, кромешная тьма. Вау. И затем я прячусь к бонусным действиям. Прячешься? Ты можешь взять Боджера и, типа, вытащить оттуда к тебе? Наверное, нет. Если бы он хотел, что вряд ли в такой ситуации, потому что он пробежал мимо тебя, чтобы сразиться с этой тварью, так что вряд ли он вдруг сделает удар и скажет, а теперь схвати и вытащи меня отсюда. Тогда я просто иду сюда и стараюсь спрятаться. Хорошо. Где ты это делаешь? В детской комнате или у этого комода внизу? Сколько длится эта тьма? Мне кажется, час при концентрации. Десять минут. Десять минут при концентрации. Оно требует концентрации? Вот здесь буквы рядом с ним. А, точно, точно. Я... Я останусь рядом с Бородоном. Наверху? Да, наверху. В кабинете или в спальне? Думаю... Думаю, я останусь в кабинете. Круто. Останешься в кабинете, прячешься. Можешь поставить себя куда хочешь, у тебя достаточно движений, чтобы добраться. Я просто прячусь здесь. Бородун. Теперь, когда он во тьме, у него есть какая-то конкретная помеха, кроме того, что он не видит? Да. Атаки, когда ты ослеплен, происходят с помехой. А также преимущество будет у всех, кто его атакует. Разумеется. Я... Я попробую... Ты его не видишь? Да, мы видим просто с первой тьмы. Если тебе нужно целиться, то ты не можешь целиться в него. В очаровании чудовища не сказано про видимость. Очарование чудовища? Выберите существо, которое вы можете видеть в своем поле зрения. Вы можете очаровать чудовище, которое видите в своем поле зрения. Тут я тебя подъебал, да? Есть такое дело. Ну ладно. Боже, что же делать, что же делать, что же делать, а... А... Тьма! Да! Теперь там большое облако тьмы! О нет, Бошер теперь не может его видеть, прости! Окей, ну что там у нас? У меня идея. Очарование чудовища. Погоди, а где он? Я его не вижу. Я создал большую черную бедну. Ну молодец, Боб, просто молодец. Я не знал, не знал, я паникую, я не ожидал, что мы будем драться с Монтикорой, я паникую! Ты все запорол, Боб. Но мне так жаль. Я не знаю, что мне делать. Я тоже не знаю, что мне делать. Я боюсь, что умру здесь. И я... Помоги, Ботсер! Я сейчас не могу кинуть в него свой молот, так? Это странно, но в правилах сказано, если двое находятся во тьме, они получают преимущество, так как один из них ослеплен. Но также помеху, ведь он тоже ослеплен, так что это обычный бой, в котором нет смысла. Просто два человека лупят друг друга. У них обоих должна быть помеха. Да, я бы сказал, что у вас обоих помеха, так как вы оба ослеплены. Ну-ка, приготовься получить такой удар от моего молота, каких ты еще не видел. Получай! Боб, Боже, кто выключил свет? Это же мне никак не помогает. Это вообще не помогло, я сейчас ничего не вижу. Это очень сильно мешает. А, чувак, я ничего не могу сделать. Это бесит! Но если кто-то снаружи и стреляет по кому-то внутри, то у него будет преимущество, если он знает, где они, например, с темным магическим зрением. Вдруг, я реально не знаю, что мне делать в этой ситуации. Переносящая дверь с бобом, и вы типа такие, удачи, Боже. А сколько раз он еще может кастовать эту дверь? Только еще один раз. Еще один? Да, это заклинание четвертого уровня. Он использует серьезные штуки. Черт! Может, попробуешь другое, но снаружи ведь еще темно? Ты можешь попытаться выпрыгнуть в окно, но тогда получается, что мой первый ход будет потрачен впустую, если я уйду с Боджера. У тебя есть время, чтобы попробовать это окно, вот здесь. Ну да, но сейчас становится светло. Нет, ведь прошло совсем немного времени, несколько секунд, по сути. Но даже тогда он такой, несколько секунд? Да, но все еще... И мне падает целых сто футов, так что я умру. Я выкидываю Бена в окно и создаю переносящую дверь. Не думаю, что у тебя... Да какого хуя? Типа... Да давай же, приятель! Это ведь всего лишь верная смерть. А какая у тебя альтернатива? Неверная смерть! Это и есть верная смерть! Не обязательно, мы уже побеждали тварей. Но я никогда не прыгал с высоты ста футов. Хорошо, а ты можешь ползти вниз. Просто прыгай, Боб, наверняка все будет хорошо! Чего? У тебя же крылья, так? Нет, мои крылья работают в темноте, а сейчас снаружи уже светло. В летучую мышь ты превратиться не можешь? Я уже превращался сегодня, так что не могу! У меня отличный план! Какой? Я тебя подтолкну! Просто прыгай! Нет! Я помогу и вытолкну тебя из окна! И как мне это поможет? Ты упадешь вниз и окажешься внизу! В этом и проблема! Мне не нужна поддержка! Мне нужен парашют! Но ты можешь летать, Боб! Только когда темно, а сейчас очевидно уже не темно! Тогда я подтолкну тебя! Я почти уверен, что ты будешь в порядке! А Боджер мог бы... Я просто попытаюсь вспомнить правила и механику. Как бы чувствовал себя Боджер, если бы упал отсюда? Вряд ли хорошо. Согласно правилам, ты будешь в порядке, но я думаю, что это тупо, потому что не учитывается предельная скорость. Просто в теории, если ярость поглощает половину урона. Сто футов. Да, ты получишь урон, но согласно моим правилам, сто футов это... Это... 55D3, что примерно 110 очков урона. И ты получишь половину этого. Значит, в теории, я мог бы выпрыгнуть наружу. Это просто как вариант, что ты заберешь его, а я просто выпрыгну в окно. Если у тебя получится выпрыгнуть. Да, сперва тебе нужно будет разбить окно. Почему бы нам не сделать это первым делом? Открыть окно. Вы можете даже просто проделать дыру в стене, я полагаю. А он тогда что будет делать? Окей, похоже, что у меня получится просто открыть окно. Похоже на то. Туда идти 10, вернее 20 футов. Тут есть шкаф или типа того, просто взять и... В темноте. Ты же знаешь, что уже превращался сегодня? Я снова тебе напоминаю. Что я могу делать это, когда захочу? Ну да. Боже, если я заберу с собой Боджера, то все, что мы делали, будет напрасно. Ну, кроме убийства этой штуки. Ты сказал, заберешь Боджера? Ну да. Ну, видимо, я пойду и вскрой с хуя. Боже, этот бой идет так плохо. Очень плохо. Я думаю, мы должны сваливать отсюда. Да, я полностью согласен. Окей, я могу создать переносящую дверь и забрать кого-то с собой. Я думаю, мы должны уходить. Просто уходить. Свалить от нее подальше. От ее огромного монстра просто уйти. Да, покинуть корабль. Окей, чуть-чуть. Боджер! Чего? Что? Он? И это типа мои друзья. Да я к тому, что ты, возможно, еще можешь летать. А еще я тут, у кого всего 40 хп. Ты можешь просто покинуть здание и побежать вниз по лестнице. Ну, как вариант. Ну, скоро этого варианта не будет. Не в мою смену. Опи? Как же мне все это не нравится. Мне кажется, надо остаться и драться. Я вроде для этого и кастанул тьму. Я думаю, что мы просто не сможем избежать этой драки. Тогда я, наверное... Я хз чувак. Пока что весь этот эпизод вы, ребята, просто такие... Я не знаю, что мне делать! Да я знаю, это меня реально расстраивает. У нас большие проблемы! Хорошо, я попробую земляную хватку. О, нет, я же должен видеть цель. Я не вижу его. Окей. Я... 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 Я старался. Знаю, ты пытался. Все нормально, нормально. Ты пытался, нормально. Спа. Меня просто так расстраивает все, что сейчас происходит. Я в этом состоянии уже минимум полчаса. Я так ждал начала этой сессии со всем этим, и я был так рад, что ты не подумал про обнаружение магии, и что у меня получилось дать тебе одиночную миссию с Мантикорой, чтобы видеть, что будет дальше. Я типа такой, интересно, что дальше? Я ненавижу тебя за то, что ты сделал. Решаем, решаем быстрее. Ладно, 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 я запущу огненный снаряд. Огненный снаряд. Просто туда. Куда-то в эту темноту. Я понимаю, что у меня будет помеха. Да, будет помеха. Да, есть шанс, что ты затенешь своего приятеля, так что я выберу... Он ведь в этом направлении. Ты не можешь его видеть. Ты видел его перед тимой, так что... О, там было 20. А если бы там была единица, ты бы сказал, это не считается за бросок. А может и нет. Я думаю, тебе нужно перекинуть. Какая же это херня? Это твое... А может и нет. А мы можем посмотреть повтор? Есть вселенная, в которой я бы так не сделал. Монтажер. Ну, тот, кто это будет монтировать, мы можем посмотреть этот момент в слоу-моу и увидеть, сколько там было. О, там было 20. О, там было 20. Ну, было же, было. Я видел весь ужас на его лице, когда он пытался поймать его. Увидел двадцатку и такой... Было 20. Славно, оставим так. Вам нужна вся возможная помощь, потому что на поле боя все еще не появилась кабата. Но на монтаже мы посмотрим. Мне не нравится, как ты продолжаешь говорить это. Окей. Забудьте мне много магии. Убьем немного плохих ребят. О, окинный снаряд! Нет, нет. Я так и хотел сделать. Ты стреляешь. Мне нужно увидеть, куда именно ты целился. Проверим, попал ли ты. Везучий сосранец. Хорошо. Кидаю урон с критом. Крит и затем еще два. Семь и три. Итого восемнадцать. Итак, максимум, который ты мог выкинуть и затем... А, тогда нет, если максимум, то сколько это? Максимум это шестнадцать. Шестнадцать максимум. Это и есть крит. Затем кидаю еще раз и добавляю, что ты выкинул. Только еще один или сумма, которую ты уже выкинул. Окей, значит еще два броска. Так что... Двадцать шесть. Двадцать шесть очков урона. Хорошо. Черт, неплохо для огненного снаряда. Снарядов слепую. Да, когда огненный снаряд пролетает, ты чувствуешь жар, когда огненный дротик пролетает над твоим левым плечом. А ты в этот момент просто машешь молотом и не попадаешь. Думаю, так и есть. Чувствуешь, как что-то с жаром попадает в то, что прямо перед тобой, и оно рычит от боли. Я делаю шаг назад на пять футов. Ах, да, точно. Ты делаешь шаг назад. Тебе нужно использовать половину своего движения. Половину движения? Половину движения, каждый ход в те точки, где ты еще не был. А я могу просто ходить туда-сюда? Тут конкретно сказано, в пространстве, в котором ты еще не был на этом ходу. Окей, тогда я захожу в комнату. Один, два, три, четыре, ты заходишь в эту комнату. И это был конец твоего хода. Теперь четырнадцатый. Я хочу узнать, я правда сейчас так близко к нему? Да. Круто. Как дела, бро? Нет, погоди, погоди. Чё кого, долбоёб? Я тебе, долбоёбик. Сукин ты, сын. Я кастую. Мы уверены, что он прямо плохой, плохой парень? Он прямо плохой, плохой. Да разъеби его! Вы правда так думаете? Да ладно, мое поведение сейчас более чем оправдано. Нет. Чего? Убей его! Вы, ребята, смотрели, как я писаю! Окей, сперва я кастую удержание личности. Хорошо, ясно. Так как он, очевидно, пытается куда-то скрыться, это подозрительно. Вышли слово закинания у четырнадцатого. Четырнадцатый вытягивает руку, подходит к тебе, самоцвет в его ладони. Это четыре или два? Это два. Удержание личности. Мне нужно, чтобы ты кинул спас-бросок мудрости. Кидай Д-20. Пять. Пять. Что бы ты ни добавил, этого все равно не хватит. Так что, пока ты бежишь к этой двери, ты призвал старину Мак-Лака, и теперь ты пытаешься добраться до двери с ловушкой, ведущей в мастерскую. И затем вдруг ты чувствуешь, что все мышцы стали тяжелыми, и ты замер на месте. Ты знаешь, это заклинание, это удержание личности. А затем четырнадцатый подходит. У тебя же есть контр-заклинание, так? Ты можешь использовать свою реакцию, потратить слово заклинания и отразить его. Не помогай ему. Но он же новичок, чувак. Ты что делаешь? Он же новичок. А нам никогда не помогает. Да ему повеселиться. Никогда. Никогда не помогал. Никогда нам не помогал. Вообще никогда никак не содействует. Мы всегда предоставлены сами себе. Контр-заклинание? Это Д-20? Это просто случается. Правда? Именно так. Только если заклинание, которому применяется контр-заклинание того же уровня или ниже. Он кастовал третий уровень, потому что это заклинание третьего уровня. Так что вычти у себя ячейку заклинания третьего уровня. Своей реакцией ты такой... Когда он пытается удержать личность, ты узнаешь заклинание. Это книжное, типичное заклинание, описанное в книгах, но не странная магия, которой владеешь ты. Как это выглядит, когда ты отражаешь его заклинание? Я вижу, как оно летит в меня. Я хватаю его, будто лист бумаги, и я сминаю его. Да, я такое ем на завтрак. И сплёвываю его назад тебе под ноги. Окей. Четырнадцатый подходит и говорит. Это было очень грубо, ты никуда не пойдёшь. Хорошо. И затем этот огромный, мощный, кованый подходит к тебе. Ты меня разозлил, и я собираюсь разъебать тебя к хуям. Удержание личности. А вот это было обидно. Это был ты и четырнадцатый ход обитателей дома. Хорошо. Итак. Из комнаты доносится какой-то грохот. Во дерьмо. Скобата. Скобата появляется на поле боя. Я вообще про неё забыл. Ну почему класс с матриками не мог просто сработать? Ну что ж. Я слышу раненого зверя. Поверить не могу, что ты решил присоединиться к нашей игре и предать на стоп злодея. Вот что вы получаете в ответ, если смотрите на чей-то член. Мы уже через многое прошли, а она нихера не знает, она только что проснулась. Коби уже заряжена, давайте уже сжигать дерево. Не делай этого, мы пока наверху. Пожалуйста, только не пока мы наверху. Перевёл Килл Кирсона, озвучено, как всегда, в странном местечке. Это видео вышло только благодаря поддержке наших подписчиков на сайте Boosty.tube. А Гусеров была одна идея. Иногда высказываться по, так сказать, по сюжету прошедшей серии и высказывать своё мнение. Я не могу понять, какого чёрта. Какого чёрта, когда ДМ сказал Бобу, куда он пойдёт, останется ли он с Бородуном или пойдёт в спальню. И он остался в кабинете с Бородуном. Но ведь они же знали, что Скобата проснётся. И план мог бы сработать, если бы он пошёл в спальню к Скобате. Ведь Скобата точно бы проснулась из-за этого шума. И первое, что бы увидела Скобата, кого? Боба. Я не понимаю, в чём вот этот был прикол, этот мув бросить всё. Если уж Монтикора появилось, если уж всё пошло по пизде, то можно всё равно попытаться ждать Скобату, пока она выйдет из своего кукольного домика и получить на ней преимущество. Почему они этого сделали, не сделали, я не знаю. Но это была моя мысля, подумайте над этим. Я благодарю всех. Если вы хотите смотреть серии, не дожидаясь выхода на Ютубе, обязательно переходите по ссылке в закреплённом комментарии. А я ещё раз от всей души благодарю наших бустеров. Спасибо, бустеры. Спасибо вам огромное за то, что вы крутые и такие молодцы. Спасибо вам. Спасибо за то, что вы поддерживаете то, что мы делаем. Спасибо, бустеры. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был, как всегда, ваш Каправл Натурал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...